Вот в этом здании будет, так сказать, мечта создать дом творчества, так сказать, Токсова. Начало положено вот с этого помещения. Здесь как бы будет находиться, уже начала работать живописная мастерская и мастерская станковой графики. В остальных помещениях будут, так сказать, как бы другие какие-то, может быть, прикладное, может быть, мечта сделать кузню, мечта сделать в этом же здании театральную площадку. В общем, творческий центр. Сюжетные линии самые разные. Больше, так сказать, как бы, ну, в связи со спецификой жизни и деятельности, это, естественно, присутствует морская тематика. В основном, конечно, Арктика и полюс. А для души, как бы, так сказать, почему-то очень часто пишу рыб в стиле фэнтези, назовем это так, наверное. Мое отношение, так сказать, к философской категории рыба. Не, ну, если честно, сколько я помню, столько и занимался, назовем так, рисунком. Вот. А по мере, так сказать, вырастания мальчика техники становились, наверное, более сложнее. Музыка. 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 Вот приснилось что-то, что-то увиделось, что-то придумалось. Я это фиксирую, как бы, на эскизиках каких-то, по черкушках. И потом она, так сказать, эта идея или сюжет как-то обрастает, 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 обрастает. И чем хороши, так сказать, вот большие объемы стен с неготовыми работами, что они не лежат в пачках. Музыка. То есть я вот, допустим, сижу в этой мастерской или в той мастерской, в перекур или в кофе тайме. Сидишь, ага, а вот там не хватает того-то. Или там был интересен этот фрагмент. И причем это от сюжетной линии до штриха. И это очень приятно. И, в общем-то, есть свой эффект в том, что многие художники прячут свои, так сказать, доделывают, чтобы он так делал. Я, как бы, человек нескромный, нестеснительный. Я их выставляю, прежде всего, для себя. И они мне вот видно же, понятно, да? Ага. Вот, ну, мне, допустим, привиделся сюжет смешного, так сказать, ну, рыбака «Старик и море», да? Только в шаржированном варианте, рыбака в шторме, да? А вот у меня уже готовая подружка, оказывается, есть для этой темы. Большое пятно, это, наверное, два больших пятна. Это, естественно, море, да? То есть во всех его видениях, как бы, от Арктики до Черного. То есть родился на Черном, жизнь, как бы, несет свои коррективы, служил всю жизнь на… и служу, можно так говорить, да? На… на северных морях. Вот. А, наверное, водная стихия, как бы, она не только меня всех притягивает, да? Естественно. И, наверное, вот это первое пятно, да? А второе пятно – это, вот, как бы, единение с природой в хорошем смысле. То есть мне очень нравится вода, лес, речка, болото, пруд, лесной, лужа, росинка на листочке. Для меня это, вот, как бы, что-то такое свое. Вот. И поэтому я еще поймал себя на мысли, что вот люди ходят на рыбалку. На рыбалку – это, как бы, ну, состояние души, да? Главное – одеться, собраться и уйти, общаться с водой, лесом. Ну, и если повезет, то с рыбы. Очень нравится утро, вечер на озере. Слава Богу, я живу на озере. Очень нравится одному уезжать в ночь на лодке для того, чтобы побыть, подумать, пообщаться с тем миром, который… Это кайф вообще-то, если честно, я приглашаю. Вот. Ну, больше удовольствия я получаю, естественно, когда я иду не с приятелем, не с компанией, а один. Совершенно, так сказать, другой эффект. Очень интимный. Уплыл, так сказать, в камыши какие-то залез на озере, да? И такая идеальная ночь была, августовская, что ясное небо и звезды на небе, и звезды в воде, они были совершенно одинаковы по интенсивности и по своей красоте. Лес, то, что он на воздухе, так сказать, в воздушном пространстве, и то, что он отражение тоже было, ну никакой разницы абсолютно. И то, что я заглянул, так сказать, в заботу, где я и где мое отражение, тоже мы, как бы, очень порадовались друг другу. Вот этот сюжет, как бы, он такой, один из моих любимых. Субтитры сделал DimaTorzok